Из чего вы на этот раз складывали свою программу и как вы отбирали огромное же количество маршей, вальсов, советского периода? Ну, не говоря уже о том, что каждые три недели происходит здесь премьера на этой сцене, это, конечно, интересно, может быть, действительно как факт, но как артефакт, это уже становится такое какое-то безумие. А как отбиралось? Очень просто. Ведь эти песни и даже марши, они являются просто историей страны, историей каждого человека. Это удивительная музыка, это классика, это настоящая классика, высокая классика, которую можно исполнять в самых престижных залах из страны и за рубежом везде, потому что имена Соловьева, Седова, Доноевского, ну, кого я только назову, это просыпь действительно великих людей, которые пошли после Чайковского, Глинки. То есть вот это и есть продолжение традиции. Мы назвали ее «Вальсы советской эпохи», потому что тогда получилось так, что песни сочинялись о человеке, об истории страны, о том, как это все происходило. И это трогало людей. А самое интересное, что это сейчас очень трогает молодых, потому что они на глазах видят, что это не пропаганда идет какая-то словами, докладами, нет. Это идет просто возвращение в прошлое. А ведь есть такая мудрая восточная поговорка. Чаще оглядываясь в прошлое, тогда ты будешь знать свое будущее. То есть это закон, который еще, не знаю сколько, 2000-3000 лет был написан на каких-то каменных вот этих высечек, вернее. И я как-то всегда придерживаюсь этого. Наверное, может быть, это мне помогает. Опять свой наряд обновили, зеленый подвиг от леса, и нас на заре разбудили, в лесу на спорцов колоса. Ребята, ребята, в спорце прилетели, в спорце прилетели, там крылья в лесу принесли. И вот этот детский хор, который наверняка вспомнят те, которые сидят в зале, да и мы, собственно говоря, мы все, когда учились в школе, мы пели в детских этих хорах. И это было как-то так, с одной стороны, вроде принудило, не хотят идти на хор, а с другой стороны, вот так попоешь, попоешь, а как-то вот так интересно становится. И вот эта ностальгия, когда говорят, ностальгия, ностальгия, а дальше то, что? Ну сделайте, что-нибудь, ностальгия. Ну вот и возьмите, и руками все сотворите, вот эту самую ностальгию. Она ведь настолько богата. Наша страна очень богата. И, наверное, из-за этого, из-за того, что наша страна очень богата культурой, мы ее так не ценили. Вот в этом, наверное, причина. Поэтому оно и дало такой толчок, чтобы создать вот именно такую программу. Вот смотрите, на смычках марши, как это удается делать? Ну я уже это проходила, ну, конечно, у меня премьера была как раз в этом сезоне. Старинные русские марши и вальсы. И это оказалось настолько подходящее для струнных инструментов, потому что, ну, наверное, тут некоторые секреты, я не буду открывать, скажем так. Хотя бы Тарасик, чуть-чуть наметите. Потому что, да, то есть я не имитирую, но я знаю, как сделать так, чтобы волторный излучал велончельный ряд или тромбонами излучали контрабасы. Я знаю, какой прием это надо сделать. Также я знаю флейтовые такие приемы и так далее, и так далее. Поэтому получается не имитация, но добавление красок. Вот даже какие-то вещи более гибко получаются. Хотя я обожаю духовые оркестры, обожаю духовые инструменты. Но какие-то вещи, вот то же самое, как человеческий голос, это сродни струнному инструменту. Вот невозможно сделать по-другому на рояле, предположим. Невозможно такую фразировку сделать, чтобы взял звук, и он ушел. Если взять выходной марш Дунаевского из кинофильма «Цирк». Ну, во-первых, он был скрипачем, начать с этого. Поэтому понятно, партитура пишется так, что роскошная для струнников, потрясающая. Вот те композиторы, они на самом деле великие. Потому что они все обладали не только талантом просто композиторским, они обладали профессией. И это были действительно великие, большие люди, которые владели всеми видами искусства, если хотите. Поэтому и получалась такая музыка. Кроме детского хора, кто еще сегодня с вами из исполнителя? Замечательные у меня певцы. Ну, во-первых, я хочу назвать один непрофессиональный певец, но это актер. Это актер театра кино, актер театра Моссовета Андрей Рапопорт и очень популярный актер кино. И он поет. И я рада, что я вообще работаю с актерами. Замечательная пара Полянских, Светлана и Сергей. Это удивительные совершенно голоса. С одной стороны у Сергея, у которого уникальный голос, который уже просто, я не знаю, таких вообще не встречала и только я. Те, кто его слышит, удивляются каждый раз, как это, откуда молодой человек вдруг поет голосом вот той эпохи, которую вот он хочет как раз воспроизвести. Это особые голоса. Это особые голоса, вот они уникальны в чем-то. И Светлана Полянская, которая обладает голосом, но которая схожа настолько с Орловой, не только то, что я просто купаюсь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Или, например, Ирина Крутова. Ее голос, он роскошный. Вот роскошный голос, понимаете? Наверное, потому что она казачка еще, к тому же. Вы знаете, у нее от рождения, наверное, такой голос. Но она удивительно, она не подражает Шульченко. И в то же время это вот такие какие-то интонации, видимо, генного происхождения. Потому что что может было? Мы услышали только на пластинках. Но, по крайней мере, вот она могла это сделать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот такая вот четверка у меня сегодня, честно, которая украсит наш вечер. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо.